Ивана сюда идет, исправляться. Теперь, почему Творец сюда посылает душу? Люди очень часто спрашивают, почему я страдаю, почему у меня сложности, почему у меня у ребенка, не дай бог, проблемы, еще у кого-то проблемы, у близких людей. Зачем? За что? Я же никому ничего плохого не сделал. На самом деле, понимаете, мы знаем с вами, что в жизни у нас есть такие аспекты, в которых нужно прикладывать усилия, практически во всех аспектах. Даже вот построение отношений. Нужно прикладывать усилий. Если ты не вкладываешься в отношения, отношений не будет. Вот как голливудские фильмы показывают. Ах, ох, и жили они счастливо. Так не бывает без того, что люди что-то делают. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все прикладывают свои усилия. Почему? Потому что приложение этих усилий... Когда ты превозмогаешь даже самого себя, вот в этот момент ты что-то очень важное получаешь. Так же, как в учебе. Человек сидит, учится, напрягается, запоминает, зазубривает, пытается вникнуть и так далее. Это приложение усилий. Только тогда он понимает. Знаете, есть способные дети, которые вот поначалу в школе очень хорошо учатся. Как только начинается там уже четвертый, пятый, шестой класс, где нужно уже стараться, вдруг этот ребенок теряется и съезжает в учебе. Почему? Потому что он как бы по инерции шел, потому что у него шикарный интеллект. А когда нужно уже работать, прикладывать усилия, тут человек сдувается, он не привык, не приучен. И наша душа, приходя в этот мир, она должна работать, она должна преодолевать какие-то сложности и трудности. Это не издевательство, это не наказание. А так устроен наш мир для того, чтобы человек, достигнув чего-то, мог сказать, я вот действительно этого достиг, я это выучил, я это понял, я это осознал, я это приобрел своим трудом. Иначе у этого нет ценности. И сказано, что Творец оценивает нас не по нашим достижениям, слышите, не по нашим достижениям, а по тем усилиям, которые мы прикладывали для того, чтобы достичь того, чего мы достигаем. То есть Альберт Эйнштейн, может быть, писал свои формулы, он был гений, а Вася Пупкин, он, я не знаю, там он дворник. Но Васе Пупкину очень сложно вставать в пять утра, чтобы в шесть уже подметать улицы. А у Эйнштейна, вот ему было легко. Скажете, сравнил Эйнштейн, его формулы, его знания, они весь мир пользуются. А Вася тут наш двор подметает. Вот если Васе это трудно, и он преодолевает себя для того, чтобы делать то, чем он занимается, то в глазах Творца это более значимо, чем какой-то гений, вот просто из-за того, что ему Творец подарил его гениальность, вот он этим пользуется, и вот просто фейерверки вокруг него, да? То есть для Творца очень важны те усилия, которые мы прилагаем. И поэтому, когда вы не просто сюда все приехали, у вас есть какие-то трудности и сложности с детьми, и очень часто человек устает, и человек говорит, я больше не могу, ну вот что от меня хотят, почему мне так трудно, почему мою ребенку так трудно. Вы должны понимать, что когда эти трудности, это значит, что вы не нужно создавать себе трудности, но если они возникли помимо твоей воли, тебе нужно их преодолеть, значит, вот в этот момент ты достигаешь самых высоких уровней, которые ты можешь в данный момент достигнуть. Я слышал от одного из раввинов, он сказал, что проявление любви это не только там цветы и конфеты, и улыбки, и поцелуи. Он говорит, проявление любви это когда ты ночью встаешь к ребенку, потому что твоей жене уже нет сил. Только у меня тоже нет сил. А вот ты встаешь, потому что вот ей трудно, потому что вот тебе жалко ее, или, да, или ты встаешь рано утром, чтобы мужу приготовить завтрак до того, как он ушел на работу, ты же можешь поспать еще, тебе не надо, но ты хочешь, чтобы он позавтракал, чтобы он не был голодным, чтобы посмотреть, как вот он уходит на работу, чтобы, да, все в порядке. У меня как-то было, что я, значит, собирался быстро на работу, убегал, жена там на кухне с младшим ребенком, занималась, а более старшая девочка, которой на тот момент, значит, было годика три с половиной, четыре, я жене кричу, все, я побежал. Она мне говорит, стой, она у нас такая, начальник, стой, я говорю, что такое? Она говорит, повернись, я к ней повернулся, она таким женским взглядом так меня осмотрела, заправил башку, я говорю, где? Она говорит, вот тут, я заправил башку, все, теперь иди, мама, все в порядке. Женщина женщине помогла, да, то есть, как это, я жену спрашивал, я говорю, какая-то разница, как я иду на работу, но я же иду, тебя рядом нету, что ты? Она говорит, ты что? Ты что? То есть, ты же, ты же, как бы, меня представляет, то есть, смысл, да, она мне много, как бы, объясняла это. Когда мы поженились, до того, как поженились, я ходил в джинсах, кроссовках, футболка, нормально. Утром просыпаюсь, смотрю, нет моей одежды, украли. Висит рубашка с пуговицами, брюки, туфли, я говорю, что это такое, это не мое. Она говорит, нет, это твое. Я говорю, как это мое? Она говорит, ты же не можешь сейчас ходить, так как ты ходишь, ты женатый мужчина, что значит? Я говорю, какая разница? Она говорит, нет, ты мой муж теперь, я не могу, чтобы ты ходил так, да, там парень какой-то ходит, просто. И, кстати, вот мужчина не понимает, что он, когда он говорит, я сейчас с другом зайду, он говорит, ты что, у меня не убрано? Кому интересно, твое убрано, не убрано, да? Она говорит, Мужчины этого не понимают. И им нужно объяснять, что дом, дети, муж для женщины – это проявление у нее самой. Как будто вот она сама не одета, не привела себя в порядок. И вдруг ее увидят вот в таком виде. Поэтому для нее что не убрано? Как ты приведешь? Да моему другу плевать, что у тебя тут разбросано. Она не может. Почему? Потому что у женщины вот эта вот потребность к совершенству, она изначально гораздо выше. И вот мы говорили, что вот душа идет в этот мир. Она приходит уже, говорят, когда она придет, каким родителям она уже решила. И кто будет ее суженой или суженная. И задается вопрос. Вот рождается ребенок, его любят, ну чаще всего. Иногда случаются такие ситуации, что ребенка не любят, потому что считают, что он там нежеланный, не вовремя, не дай бог. То есть люди запутаны, не понимают. Всякое бывает. Вот. И в чем выражается эта любовь? Вот маленького ребенка, в чем мы его? Ну отдаем мы ему есть, да? Почему мы ему улыбаемся? Почему мы как-то проявляем к нему какие-то чувства? И что, почему он у нас вызывает вот эти чувства? Потому что ребенок, он, будучи, скажем так, еще вот абсолютно чистым листом, абсолютно бесхитростным, абсолютно таким открытым, естественным. Вот эта вот естественность, на самом деле, она и вызывает божественность, можно сказать. Она вызывает в нас вот эти вот сладкие эмоции, да? Что нам хочется его трогать, целовать, там, обнимать, улыбаться ему и смотреть на него и так далее. И вот мы с вами все, будучи взрослыми людьми, мы тоже можем прийти к этому уровню вот этой вот естественности. Да? Вот есть люди, они харизматичные. И они приятные. И все это сразу отмечают. Почему? Потому что человек ведет себя естественно. Он добр, он приветлив, он, как бы, не хитрит, не манипулирует. То есть ведет себя естественно хорошо. Это то, чему мы пытаемся учить своих детей, да? Скажи спасибо, поделись, дай ему тоже, да, поделись и так далее. То есть мы учим хорошему, откуда берется плохое. Плохое возникает тогда, когда человек говорит, так, а зачем мне отдавать свое? А почему вот я ему дал, а он мне не дал? Значит, я тоже должен не давать. И вот мой раввин, Рав Мошедубов, он учит нас, он говорит, что когда у вас на улице просят милостыню, дайте сколько, ну вот сколько, сколько ты там, не надо, ну вот что-то, да, обязательно что-то дай. Почему? Он говорит, есть такой принцип, мера за меру, что когда Творец видит, что ты даешь даже тому, кому не полагается, то Творец тебе тоже будет давать, когда тебе не полагается. Понимаете? И вот таким вот привнесением в мир вот этого безусловного добра мы улучшаем мир, мы приводим в мир больше любви. А еще бывает такое, что ты кому-то помог или кому-то что-то сделал хорошее, да? А потом этот человек, к сожалению, начинает делать гадости какие-то или просто вот как бы не ценит. Не ждите от человека, делайте как для ребенка. Вы же не ждете от ребенка каждый раз спасибо, когда вы ему меняете подгузник или еще что-то для него делаете, да? Не ждите вот этой благодарности, делайте ради того, чтобы делать добро. В этот момент происходит следующее, когда ты что-то отдаешь, закон сохранения энергии, помните, что-то ушло, должно что-то прийти. Если что-то ушло и ты радуешься тому, что у тебя была возможность дать, то эта радость, она вызывает такой резонанс в мире, что в тебя входит еще большая радость. Ведь когда мы ждем от ребенка, вот ребенок нам, допустим, на день рождения нарисовал рисунок, что-то там накалякал, да, и приносим. Ой, спасибо! Ой, как красиво! То есть мы ребенку даем, зай, в принципе, если так, посмотрите, ну что, ну испортил лист бумаги, затупил еще несколько карандашей, да, мы ему даем гораздо больше, чем он дал нам. Он просто обалдевает, он даже не ожидает обычно такого, это красиво я нарисовал, да. Вот. Почему? Потому что мы можем ему дать, и мы даем ему. И точно так же Творец, он бесконечно может нам дать, бесконечно. И когда мы даем чуть-чуть, он говорит, а ты моим детям даешь, я дам тебе еще больше. Так? У меня был случай такой, пришло две женщины, мама и дочка, с грудной девочкой. Значит, мама девочки, уже аж 18-летняя. Ребенок не повышает, не поднимается в весе, новорожденный месяц, наверное, был, не повышается в весе, орет не прекращая. Худенькая такая, маленькая. Говорит, что с ребенком? И, значит, бабушка пришла. Да, то есть, я проверил ребенка, посмотрел там разными методиками, смотрю, ребенок абсолютно здоровый. Я говорю, в больницу носили, носили, все проверяли сверху донизу, все. Я говорю, молоко у вас есть? Да, она говорит, такая пышно-грудная женщина, там, у меня столько молока, молоденькая девушка. Я говорю, ну, слава богу. Она говорит, орет. И я, как бы, начинаю общаться с этим ребенком на эмоциональном уровне, понимая, что она голодная. Я говорю, ну-ка, покормите ее при мне. Она ее прикладывает к груди, а у нее такая пышная грудь. Она ее вот так... Ребенок начинает задыхаться, и начинает орать. Я говорю, слушай, ты же ей сделай место, чтобы она дышать могла. Она начинает дышать, ребенок как поросен. Начинает вот так вот сосать, да. Я говорю, слушайте, вы же ребенка просто душили во время кормления, она поэтому есть не могла. Они обе в слезы. Бабушка начинает мне там целовать руки. Я говорю, не надо мне целовать руки. Я говорю, ребенку есть нормально, давайте просто. Вот, понимаете, вот ерунда, да. Что я сделал? Да ничего я не сделал. просто вот обратил внимание на то, что уже я говорю, ну ладно, она не понимает я маме говорю, ну вы-то взрослая женщина своих детей вырастили, ну что вы не понимаете что ребенку нужно дышать, когда он сосет она говорит, вы знаете, я как-то вот не обратил внимания то есть я же ничего не сделал даже, что я сделал ничего не сделал, но их благодарность мне была бесконечна, почему? потому что решилась очень значимая для них проблема правильно? то есть запоминаем принцип что мы даем, не ожидая того, что нам дадут что-то взамен и не боимся, что мы останемся без ничего, потому что свыше тебе дадут есть высказывание из Вавилонского Талмуда, что тот, кто сейчас я переведу это тот, кто заботится о ближнем сам же получает в первую очередь как это? опять же, по закону сохранения энергии для того, чтобы что-то дать я должен что-то получить да? иначе что я дам? значит, когда я хочу дать творец говорит а, ты хочешь дать, я даю тебе то есть проходит через меня то, что я хочу дать то есть я сначала я получил да? и я в первую же очередь как бы от этого получаю пользу поэтому вы никогда не останетесь в накладе если вы просто даете тебе надо? на, пожалуйста а как же я? мне я получу вот если человек начинает верить в то что мне свыше творец даст потому что я веду себя так как он этого хочет творец начинает давать можете проэкспериментировать но это требует от человека уровень веры вы можете сказать что это за за примитивное какое-то вот мракобесие да? верить что мне кто-то что-то даст кто мне что даст? никто мне ничего не дает если человек понимает что так устроен мир и начинает так себя вести вот попробуйте в мелочах даже то вы увидите что у вас начнут открываться какие-то ресурсы в каббалистической философии это называется келим это емкости да? емкости сосуды сосуды божественные сосуды то есть ты для того чтобы что-то вот куда-то налить тебе кто-то говорит хочет я молоком угощу мне или вином да? ой а куда? надо же куда-то налить это банка, бутылка что-то куда-то да? так в духовном плане вот когда ты совершаешь такие действия и даже уже до того когда ты только думаешь что вот я хочу так поступить потому что этого хочет Всевышний у тебя начинают открываться эти сосуды то есть своими мыслями и действиями ты создаешь сосуды для чего? для того чтобы он тебе их наполнил и это выражается во всех аспектах нашей жизни не только эмоционально-духовно но и в материальности дальше вот сейчас мы с вами сделаем упражнение на то чтобы вы почувствовали во-первых вот эту вот любовь Творца а во-вторых почувствовали что вы ей открываетесь этой любви да? помните мы кто вот был на первом занятии мы делали мы делали упражнение что вот почувствовать любовь Творца заполнится ею и потом распространить ее вообще вот там на всю эту комнату и в конце концов на весь мир почему? потому что получается что я получаю Творца и я даю это дальше а ты даешь дальше я тебе еще больше дам ты мне даешь еще больше а еще отдаю ты отдаешь я тебе еще более я тебе до бесконечности буду давать да? и человек получается как вот такой нескончаемый атомный реактор я когда за границей где-нибудь там даю лекции и принимаю людей иногда бывает там в 8 утра начинаешь и до 2 часов ночи там задаю тебе вопросы после лекции групповые занятия и вроде ты должен быть уставшим но я понимаю что если я что-нибудь сейчас не съем или не посмотрю какое-нибудь хотя бы чуть-чуть кино я не засну почему? потому что у меня такое количество энергии я говорю ты наверное устал я говорю ребята мне нужно куда-то избавиться от той энергии которую ты накачиваешь в себя отдавая 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 но отдавая не из себя а понимая что я отдаю потому что ты мне даешь возможность дать это очень важный момент технически очень важный момент ты работаешь не на своей внутренней энергии а я только твой посланник творец да? это очень-очень важно что бы вы ни делали только этот принцип и так давайте кто не знает как почувствовать творца вспомните из своей жизни какую-то ситуацию когда вам было хорошо ощущение счастья сюрприза просто вот ощущение гармонии с природой вспомните что-то такое вспомнили? да? и вспомните вот самый вот такой вот момент когда ну вот самым замечательным образом вы себя чувствовали самый приятный такой момент когда вы его вспомнили почувствуйте где в теле вы ощущаете где проявляется в вашем теле это ощущение покажите рукой где поощущается в груди в плечах да? где в груди в груди тоже очень хорошо так вот опишите себе вот это ощущение оно теплое или холодное? теплое сколько места оно занимает? большое? маленькое? вот такое вот тут вот кто показывает? кто показывает? колбочек очень хорошо очень хорошо оно теплое вы уже видите его границы ощущаете какого оно цвета? оно светлое или темное? у всех светлое черное? желтое желтое очень хорошо теперь значит вот это приятное теплое там у кого желтое у кого еще какое-то ощущение да? вот оно является для вас одним из проявлений божественности на эмоциональном уровне одним из этих проявлений бесконечное количество вот вы сейчас одно взяли и оно позитивно оно приятно да? я всегда объясняю что если мы вспоминаем что-то как бы не дай бог не идущее вразрез с моралью то можем очень приятно себя чувствовать да? но то приятное ощущение которое мы в таком случае будем ощущать оно божественно но действие оно противоречит божественным законам и поэтому там не будет все равно никогда гармонии поэтому мы не вспоминаем такие ситуации а мы вспоминаем хорошие и вот вы почувствовали все вот эти вот это приятные проявления и сейчас скажите себе что я знаю что творец он бесконечен бесконечность и попросите у творца скажите творец я хочу почувствовать твою бесконечность через вот это вот мое, там у кого где, ощущение приятное. И посмотрите, что начинает происходить с этим ощущением. Что происходит? Пульсирует так оно, да? Окей. Кто еще что чувствует? Мурашки, да? То есть какое-то чувство какие-то начинает выходить. Хорошо. Ручеек побежал. То есть идет какое-то движуха, движуха начинает. Так, хорошо. Кто еще что почувствовал? Что вы почувствовали? Дыхание изменилось, да? Какое-то вот что-то изменение. Очень хорошо. И вот почувствуйте, как заполняетесь вы вот этим приятным светом, который вы видели. Потому что у вас сейчас идет божественность, да? То есть она бесконечна. То есть вы подключаетесь сейчас к бесконечному ресурсу. Заполнитесь этим приятным ощущением. Заполнитесь настолько, что начните его излучать, это ощущение. И любое дело, которое вы делаете, делайте вот в этом состоянии. Вы убираете дома, вы на работе работаете, вы общаетесь со своими детьми, со своими близкими, неважно с кем. Он в этом состоянии, постоянно находится в этом состоянии. Что это дает? Это как раз вот будет на вас благоприятно влиять. То есть вы входите в резонанс с божественностью, то есть в резонанс с совершенством. Это, разумеется, хорошо влияет на ваше настроение, на ваше здоровье, на все, на все проявления. И плюс вы влияете еще на окружающих вас людей. То есть они начинают от вас чувствовать этот резонанс и входить в этот резонанс. И чем больше нас таких в мире становится, кто проявляет больше божественного резонанса, тем больше все мироздание входит в этот резонанс. Очень хорошо. Теперь смотрите, попросите сейчас у творца следующее упражнение, которое мы делаем. Что-то...